Здравствуйте туристы и милитаристы! Сегодня у нас на кухонном мини-тесте два прототипа ножа милитис от кизляр суприм и это будет помимо того что скорее всего они собираются эти ножи значит пускать в сирийку это будет еще и клубник сообщества архадир club почти 100 номеров уже расписано нож сделан конечно же узнаваемо по мотивам вот этого замечательного ножа и конечно первое что мне бросилось в глаза и первое что на что я сразу же внимание обратил когда делал вот совсем недавно там в полях в степях анонс этого ножа не выдержал буквально вскрыл коробку достал что рукоять у мили длиннее чем у милитиса и я приложу сразу говорю еще до обзоров до обсуждения я приложу все усилия для того чтобы рукоять вот этого прототипа удлинить почему я объясню позже давайте договоримся так ребят конструктив он будет уже на обзоре обзор будет я надеюсь в самые ближайшие какие-то дни в течение недели я точно сделаю обзор здесь как вы видите у нас два различных варианта рукояти те кто в теме те кто занимаются этим клубником обсуждают этот клубник они знают все вот эти вот нюансы что два различных варианта рукояти и так далее так далее какие материалы будут на клинке и на рукояти то есть я сейчас рассматриваю именно сперва как клубник ну и конечно как серийник тоже плюс такой момент что мне конечно хочется сперва поработать потому что вот именно прочувствовать эти нюансы вот этим ножом я работал на кухне много раз он просто идеален для кухонной нарезки просто это просто супер здесь у меня кое-какие вопросы все-таки появились плюс это скажем так рабочий прототип здесь еще нет выпилов скорее всего в рукояти то есть как он будет сбалансирован каким образом здесь пойдет чойл насечки и так далее это мы все обсудим и так оригинальные мили я вот просто взял сейчас ее для того чтобы именно почувствовать вот эту дугу это кажется мне или не кажется что больше рукоять абсолютно не кажется еще вот этот вот момент опять же перед тем как начать нарезать у нас сегодня будет не стандартный кухонный монолог не будет какой-то там курицы и так далее так далее нет самое главное это не кромка этими ножами ведь агре поработал и по продуктам и построгал и после этого он их не правил я их вот сразу же сейчас взял то есть какие-то моменты там как он поведет себя на помидоре и так далее так далее у нас будет полноценный кухонный тест когда мы получим уже готовый продукт сейчас меня больше всего волнует как этот нож сидит в руках как этот нож вот по ощущениям и первое ощущение еще до начала работы я еще раз повторю что здесь больше рукоять она должна быть именно вот такая вот больше рукоять у этого ножа должна быть длиннее примерно на сантиметр тогда будут совершенно другие ощущения владельцы мили меня поддержит потому что они понимают о чем я говорю я уверен что они меня поддержат следующий момент следующий момент в том что опять же еще пару слов о рукояти у нас почему-то считается зазорным вот как только начинаем обсуждать какие-то вот такие вещи сразу же идет такой момент что рукоять при клинок если например там около 10 сантиметров то рукоять давайте сделаем покороче потому что так будет гармоничнее так далее так далее все это чушь собачья потому что рукоять длина рукояти ее эргономика она вообще не должна зависеть от длины клинка самый яркий пример норвежские ножи посмотрите вот такой вот пиздюрик вот такой вот клинышек на огромный толстенный мощной рукояти и что нож работает нож пашет просто как сумасшедший не ни у кого нет никаких комплексов на тему того что маленький клин большая рукоять и здесь вот все усилия приложу для того чтобы вот просто вот как говорится вот доверьтесь мне вот это тот самый случай когда я могу сказать просто поверьте мне на слово и так как я уже сказал конструктив у нас будет в обзоре сегодня я вам просто расскажу историю конкретно под почему именно форумник почему именно вот такой вот помили и почему именно милитис потому что это название как бы является я думаю для подавляющего большинства сюрпризом картофан у нас сегодня ультра тяжелый то есть без каких-то скидочек ну и вот тут можно как угодно видите можно не затачивать можно поработать по строгать но здесь этот клин это просто идеально сразу вот пошла работа пошла реально работа несмотря на то что картофель она просто громадная очень хорошо все замечательно у нас пошло специально здоровенную подобрал сперва я режу ножом который у нас без вытачек на рукояти у которого такая пухлая дедушкина рукоять и потом буду более модерновый резать опять же ребята сказали что ну вот так окей не буду я сейчас бежать впереди паровоза все будет на обзоре очень скоро и так в какой-то момент ну вот у нас вы знаете есть канал архадыр есть сообщество вконтакте архадыр клуб в котором состоят замечательные люди очень хорошие кто еще не состоит записывайтесь приглашаю от чистого сердца почему потому что у нас практически удается почти всегда избежать какого-то хамство оскорбление каких-то вот этих вот ну вот знаете я вот на ганзе пробыл очень недолго и ушел и до сих пор не жалею что я ушел почему потому что но не здоровая там атмосфера у нас в архадыр клубе очень здоровая атмосфера почему потому что во первых люди подобрались сплошь и рядом вот я сейчас специально взял маленькую картофелинку на маленькой это вообще чудо то есть на большой картошке конечно приходится большой палец правой руки выносить подальше почему потому что именно сам по себе картофан здоровенный а если мы уберем вот так то просто просто чудо просто чудо раз чудесная просто пять баллов но опять же я не сомневался и скольчко в том как этот нож будет работать как он будет чистить картошку поехали дальше по рукояти здесь возьмем тоже гигантскую ну так вот и в какой-то момент я очень иронично всегда и всегда говорил и придерживаюсь этого мнения что что такое клубник что такое вообще клубник это когда берут казалось бы нормальную идею ножа после этого обсуждают обсирают друг друга рассираются между друг другом идут сплошные взаимные оскорбления в конце концов общественным вот этим мнением казалось бы нормального ножа полностью вот сошлифовывают всю индивидуальность как бы стесывают вот так вот с него то есть у ножа должны быть какие-то не то чтобы недостатки а должно быть что-то за что взгляд может зацепиться даже что-то что вот как-то вот может может даже раздражает чем-то индивидуальность должна быть у ножа характер после этого делают нож который как бы он классный он же потому что все же там а давайте уберем чудо а давайте продлим вот это а давайте здесь скруглим а давайте и вот обсуждается в конце концов в муках рождается вот это вот нечто которая очень классная и вроде здоровская но скучная до безумия ну вот такое мое мнение в отношении клубных ножей и в один прекрасный момент неугомонный наш сергей стругачёв серёга привет написал мне да почему же у нас нет клуба клубника у нас же все таки сообщество и мы же классные парни ну я ему пишу что вот вот свое мнение высказал он говорит фигня все это давай чуть замутим давай чуть придумаем ну если те кто опять же в курсе они знают как дальше дело шло я расскажу тебе для тех кто просто вот смотрит впервые про такой вот нож ну и я сказал что ребята это не будет нож архадыр это не мой какой-то авторский нож это не мое какое-то вот туда-сюда поэтому вперед камон если вам хочется давайте обсуждайте рассуждайте когда что-то мы родим и такая коллективная чтобы можно было ужаснуться после этого картофель на 5 баллов просто супер причем картошку порезал лучше вот этот нож здесь возможно именно момент того что он может быть лучше сохранил заточку и по руке вот эти вытачки здесь видите здесь еще хвостовик выпирает это на миллиметр то есть немножко по-другому рукоять в принципе сделано сам по себе рельеф рукояти другой ну давайте дальше у нас пусть пускай будут огурчики ну так вот и ну я сказал что это будет общее как бы такое вот дитя меня сюда не приплетайте и дальше пошло то что я подозревал что так будет потому что действительно были очень хорошие вот она вот она и не хватает вот сантиметра не хватает вот этой рукояти но именно я считаю что это ножа должно быть от оригинала опять же забегая вперед все равно скажу не выдержу три вещи должно быть сохранено форма клина угол между клином рукоятью и длина рукоять вот иначе не будет не то иначе будет только жалкая попытка не более того в общем пошли разброты шатания в том числе переход на личности и так далее так далее очень удобно что здесь есть насечка как на про матери как говорится это действительно круто в данном случае нарезка просто просто суперская рука отдыхает вот это вот все что дуга режущей кромки угол все дает нам просто великолепную работу я смотрю что-то не то потому что у нас какие-то вот голосование зато голосование за это и так далее так далее но и в какой-то момент я все-таки решил немножко принять участие а у меня была когда-то и и по сей день сохранялась мечта сделать фиксит миля почему потому что я считаю spider милитари это мое личное мнение никому не навязываю я считаю spider к милитари самым лучшим складным ножом именно в плане реза то есть скажем мой любимый нож это тилайт 6 кол стил он это именно любимчик он это он отражение меня скажем в каком-то смысле а вот объективно я понимаю что вот-вот плане вот именно порезать лучше ножа я не встречал чем миля но складной нож его единственное скажем него единственное преимущество перед фикситом это то что он складывается его удобно носить в кармане ну то что вы вставляете в карман для этого не нужны и ножны он меньше занимает место чем в разложенном виде фиксит у нас и скажем так он именно его можно внутрь вот как бы запихать там за ремень и и так далее и так далее все на этом преимущество заканчивается по всем остальным параметрам складной нож всегда будет уступать фикситу его нужно чистить за ним нужно ухаживать по севому винту идет как правило слом са сама по себе рука это гораздо более уязвима то есть здесь ну как бы как бы вот так и зная что тот же самый южный крест например он сделал рад фикс на основе онтарио рад не хватает здесь насечки не хватает вот этом вот выходе на горбик потому что но не то чтобы резать то здорово но здесь с насечкой было прикольнее вот как-то потому что вот эта площадка она небольшая и здесь лучше если палец указательный немножко встанет ну так вот и я просто предложил вбросил идею в массы конечно же понимая что я в каком-то смысле читер почему потому что я понимаю что несмотря на то что у нас демократия и все равны в сообществе все равно ну скажем мое мнение наверное имеет какой-то вес я имею какой-то авторитет вархадир club потому что ну потому что но все смотрят мои обзоры как-то обсуждают и так далее так далее я себя не считаю я вам я сейчас не рисуюсь и не красуюсь ребят я не считаю себя экспертом по ножам нет я не рассматриваю с точки зрения эксперта на же там с точки зрения стали и угла заточки и так далее так далее я вася с дивана я просто беру нож и говорю это удобно или неудобно безопасно или небезопасно основываясь на каком-то своем личном опыте туристическом и прочим и прочим и кухонном я говорю этот нож прикольно на кухне этот нож клёво или не клёво в лесу чем рукоять безопасно или травматично как он с точки зрения самообороны себя поведет то есть это именно в чистом виде юзерский такой канал никакого тут какого-то фэн-шуя в плане именно как каких-то познаний глубоких нет нож или удобен или неудобен . безопасен или нет . так по огурцу вот самое смешное что здесь как-то идет у нас наоборот по картофелю этот нож мне показался острее а по огурцу этот то есть такое ощущение что просто огурец тверже что делать но и я предложил я вбросил эту идею в массы говорю давайте замутим фиксит на основе мили потому как гладиолус но объяснил именно свою концепцию что складной нож это всего лишь складной нож а формы это формы просто идеально следующий момент я скажу расскажу вам сейчас под помидорку о том что с точки зрения правомерности вот этого это моё личное мнение вот почему этот вопрос возник совсем недавно у меня в группе был было редкое явление был на же срач причем на же срач с переходом на личности там подписчики доказывая правоту или не правоту мою они там друг с другом реально пересрались ребята давайте жить мирно же давайте же дружно еще раз призываю так вот там разговор был об одной конторе которая в чистую копируют клинки и рукояти двух других контор просто соединяет их и вот это вот выдает под своим мы тут в муках родили я крайне негативно к этому отнесся потому что ну почему потому что я во первых вообще не понимаю вот этого отношения на тему того что ну почему бы нет если дешевле возьмем но это же кто-то придумывает ребят во вторых скажем ну не буду короче не суть и меня сразу же спросили а как же твой клубник брата ведь твой клубник он создан по мотивам мили я скажу так огромная разница на мой взгляд если мы берем просто у двух своих соседей серийные ножи и просто копируем их без без какой-либо совести просто берем отсюда клин отсюда рукоять отсюда клин отсюда рукоять соединяем все это и говорим какой классный нож придумал но это именно вот это недопустимо на мой взгляд если бы мы взяли вот этот нож то что делают у нас просто не знаю сотни китайских мастеров разобрали бы его обвели бы по кальке откопировали бы полностью и сделали в точно такой же складной нож то это на мой взгляд недопустимо с другой стороны это же совершенно другое дело ребят когда мы берем легенду легенду и на нее основе на пользуясь этой концепции делаем фиксит и это не постоянное какое-то вот именно передирала у соседей а это такой именно проект верить и нет вот обязательно этот нож возьму на если я очень надеюсь очень мечтаю у меня пока не выстреливается не по графику не по деньгам но я очень мечтаю попасть на его вот кстати помидор который самый мягкий прям такой лежалый был и он сразу первый же и попался нашему первому варианту без вытачек ну вот видите этим ножом строгал ведь этим ножом врезал и он так даже скажем немножко смущаясь к блин я его не успел поправить извини тупану ну как бы и вот пожалуйста по совершенно мягкому прям лежалому помидору идет только в путь со свистом александр соловьев сказал золотые слова режет геометрия режут не понты вот вам подтверждение то есть я считаю это совершенно правомерным как бы таким моментом мы не копируем милю мы делаем фиксит именно на основе мили то есть если я опять же если я попаду на его то я у лично у эрика глессера покажу ему этот нож и скажу вот считает что вот он ну что вот это вот плохо или как бы это имеет место быть я уверен что он просто засмеется скажем скажет типа nice knife молодцы типа гайсы все дела то есть вот я вам объяснил разницу между копированием и созданием своего ножа по мотиву совершенно две разные вещи то здесь именно формы до угадываются толщина как это сделано и сама концепция что это фиксит совершенно другое дело очень интересно забегая вперед ну тебя тонюсенько сейчас режу просто ну великолепно по-другому не скажешь а ведь здесь стоит не беллер как будет здесь стоит восьмерка house 8 и ножом уже работали уже тестировали ну все по этой теме я высказался что я предложил фиксит на основе спайдерка милитари и с чистым совесть с чистой совестью не считая что я совершаю там какое-то правонарушение в области авторских правах возможно это просто у меня система двойных стандартов я циничный такой вот преступник не знаю так вот в общем я эту в эту в сбросил в наш в наше сообщество эту идею как к моему сильному удовольствию большинству этой идеи понравилось решили сделать все после этого были сразу же я вступил в переговоры с константином куликовым и виктором агре на тему готовы ли они поддержать этот проект и вот чем мне нравится компания кизляр supreme тем что они мгновенно вот только идею дай они так и говорят давайте нам идеи давайте нам идея новых ножей так хоп-хоп понравилось делаем решение было принято буквально сразу это просто супер я я просто тащусь когда люди так работают когда люди не мусолят тебя когда все четко то есть все договорились будет клубник и так далее так далее давайте рисуйте первый хороший рисунок фикси да на основе мили сделал коля грант коля спасибо тебе большое получилось так что потом этот рисунок вот это вот обсуждающая машина заживала и потом в конце концов он родился в том же самом виде но уже от supreme то есть принципе там разница как таковой нет ну и дальше понеслось выбрали сталь беллер n 690 потому что изначально было было конечно голосование это уже я говорю по клубнику не по сиренику изначально было голосование за так с вытачками то же самое здесь вот разницы я не почувствовал конечно единственно вот я знаю что витя ты не любишь насечки ну мне нравится вот я режу когда потому что именно за счет того что не 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 высокий здесь вот не не большой вот это вот скажем отрезок удобнее гораздо удобно скажем на оригинальный насечка злее и это еще удобнее еще прикольнее потому что она уходит вот сюда как-то вот она более такая отчетливо ну поехали дальше поговорим я извиняюсь тем кому покажется это видео длинным я заранее извиняюсь перед ними потому что ну проще посмотреть потом обзор я сейчас рассказываю историю как все это происходило и почему и так далее в общем беллер n 690 на рукояти будет у нас серый камуфляж с цветными вставками цветными проставками g10 и кожа будет на ножнах очень интересно что же там будут за ножны в общем все это обсудили по имени ножа изначально было просто великолепнейшая идея назвать этот нож с моих как смайл потому что получается вроде как смайл это улыбка и смайл майл это миля и с означало бы что суприм ну в общем миля от суприма и я загорелся все как бы здорово все замечательно и буквально вот когда уже прототип это были сделаны здесь вот стоит с маял как изначально планировалось состоялся у меня разговор один с генеральным директором из лярку при константином куликова костя привет и нот и получилось так что так а паприки там не хватит сюда как-то я не люблю паприки перебарщивать этот салатик но все-таки соблюдать регламент немножко порежу чуть-чуть и он не сказал что но все здорово все классно хотите делать и клубник смайл но серийку когда мы будем делать у нас такого названия нажать на год я говорю почему она легкомысленная ну как бы я попытался объяснить что все таки это и смайл но потом и он меня убедил в общем я действительно начал думать ну смайл смайл вроде с одной стороны такое вот нормально приветливая но как то скорее не для этого ножа согласился ну и был предпринят какой-то мозговой штурм я сразу же вспомнил что у суприма так как это все таки будет я надеюсь будет серийка суприм овская этот нож у суприма есть сейчас пошли вот доминус центурион доминус вообще мне нравится мне нравится нож мне нравится на заднем нравится смысл который в этом названии скрыт и я сразу же конечно начал лопатить какие-то латинские слова предложил аркус потому что аркус это дуга ну и как то вот так вот лаконично арку как-то вот мне показалось и потом говорю что знаешь костя на самом деле на латыни солдат вот воин это милис тут миля тут милис созвучно и так далее но он пошуру дел какие-то свои там словари искал что есть вариант милитис то есть не милис а милитис немножко длиннее но из трех как бы слогов я сперва как-то так вначале мне честно говоря так вот первый момент был какой-то дым с как-то смелиться и что ли связано что-то как-то как-то не так а потом думаю но так вот именно буквально минут пять так поиграл немножко на языке понял да милитис лучше чем милис она такое более такое обстоятельно села батарея поэтому если сейчас какая-то будет какой-то вот обрыв и потом дальше пойдет разговор ну я приношу свои извинения значит нарезка идет просто замечательно просто вообще великолепно все продукты идут просто супер кстати говоря разделка например курицы этим ножом но я основываюсь именно свои впечатления на миле это вообще отдельное отдельное удовольствие так вот нож получает замечательное название милитис я изначально предупреждал всех ребят что да это наш клубник но так как это пойдет в серийку потом название на ножу дают именно супремовцы и я не вижу никакого смысла давать ограниченной партии там в 100 ножей или следующую говорят тоже может быть замутят из другой какой-то стали именно клубника какое-то одно название а в серийке он будет носить другое название но это бред на самом деле согласитесь так вот и получается то у нас названием ребята случайно вот как-то так вышло полный фэн-шуй почему потому что сел глессер свое время когда создавал свою легенду он назвал свой нож милитари словом который имеет латинские корни правильно вот и получается что вот название милитари она берет истоки вот из латинского языка а мы сейчас нож который берет свои истоки из этого ножа из великолепного милитари называем его латинским словом милитис все круг замкнулся полный фэн-шуй по моему преемственность работает в обе стороны здесь попробуйте поспорьте нет проблем в общем суперское название и я вам сейчас принципе друзья мои по большому счету вот так долго и нудно но подробно постарался объяснить почему такой нож откуда у него растут ноги откуда растут ноги у этих форм у названия в общем и целом я на самом деле очень рад что этот проект так быстро так не необыкновенно быстро замечательно пошел в жизнь и работать этими двумя прототипами для меня доставляет действительно огромное удовольствие какие-то именно выводы я обязательно скажу в обзоре сейчас я просто тупо уже хочу кушать единственное конечно по насечке сто процентов надо насечку чайл нужно будет делать выход такой же чайл нужен здесь и он должен быть побольше и конечно рукоять нужно делать длиннее на сантиметр этого сантиметра не хватает чтобы именно полностью полностью войти вот ты же ежик что ж ты вождет забыл заболтался полностью именно осознать магию мили она есть она по-любому имеет место быть так ну давайте с вами по впечатлениям от рукояти рукоять с выпилами более модерного и скорее всего но что-то мне подсказывает скорее всего на сирийке они поставят с выпилами мне пока что по ощущениям классическая дедушкина рукоять понравилась больше честно скажу вот это именно может быть вот на каких-то микро ощущениях дата легче так какая-то вот она рельефистая и чувствуешь пальцами но 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 еще один момент который обязательно нужно будет сделать ну на мой взгляд это конечно же добавлять в g10 вот эту вот текстуру как на складном ножи ну как на умели как на реконе то есть чтобы обязательно g10 была шершава гладкая не пойдет но я думаю что это только на прототипе гладкая предположу по крайней мере так что вот такие вот дела спасибо огромное всем кто принял участие в принципе вот в обсуждении этого ножа сколько было копий сломано сколько было даже каких-то обидных слов друг другу сказано потом эти слова были обидны и обратно взяты там извинения какие-то звучали не без этого ребята не без этого но зато действительно результат на мой взгляд получается классный очень красивый нарядный нож самое главное дико резучий и плюс он еще и фиксит все сбылась мечта просто теперь пора придумывать свой нож именной брать в руки карандаш и вот в руки держать этот веселее с вытачками работать этим как-то прикольнее но дальше посмотрим что он вам скажет лес как мы построгаем как мы порежем спасибо за терпение всем кто до самого конца досмотрел это большое нудное видео отдельный от меня лайк всего доброго увидимся красавица что Dr ь